нашего дискуссионного клуба. Рады вас видеть. Благодарим вас за то, что вы подключились. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела у вас. У меня лично нормально всё. Если про Донецк, то я расскажу отдельно. Я в ответ скажу, что я тоже рад вас. Я не вижу никого, но слышу. Значит, да, я живу в Донецке, имею некоторое представление, что здесь происходит. Но вообще, если можно, я бы представился, кто я в целом такой, чем я занимаюсь. Можно же по регламенту это позволяет? Конечно, наоборот. Я видел заглавие с речей со мной, там написано, что я военный корреспондент. Но это не совсем так. Я хотел бы просто уточнить. Я являюсь, скорее, официологом. И, значит, начиная с 99-го года и до 14-го я работал в ряде избирательных компаний на Украине. С 16 лет я прожил в Киеве до 15-го года. С 15-го года я живу в Донецке, и я занимался здесь проведением массовых и камерных, и количественных, и качественных социологических опросов. Провел их очень много. Десятки тысяч людей в них приняли участие. Ну, они не были публичными, никогда, в целом никогда не публиковались. Но до 24-го февраля 2022 года можно сказать, что я, возможно, крупнейший эксперт по настроениям в ДНР. Ну, если слово «эксперт» когда-либо подходило ко мне, то в этом точно. Ну, это как представление. Теперь о том, что происходит в Донецке. Ну, мне сказали, что будут в целом вопросы, и это я заранее говорю, что если мне задавать вопросы, то, в общем-то, о том, как люди жили, что они думали, на что они надеялись, чего ожидали от будущего, как относились к современному до 24-го года. Это есть вопросы. А что происходит в Донецке? Ну, если в узком смысле, несколько дней, ну, дня три точно, у нас уже резкое падение интенсивности обстрелов города. Центральным событием, конечно, нашей жизни в июне было вот эти вот массовые обстрелы, которые побили все рекорды 2014 года, которые напоминали то, что происходило с Луганском в августе 2014 года. Ну, вот уже последние несколько дней, после того, как были предприняты ряд действий против украинской стороны, то есть у нас появилась и авиация здесь, и разные виды артиллерии, и, в общем-то, они притихли. Где-то сейчас в 8-10 раз снизилась интенсивность, если считать ее по количеству боеприпасов. Если говорить о географическом, так сказать, распространении обстрелов, то они с всего Донецка, потому что прилетало даже в такие районы, которые не видели обстрелов даже в самые тяжелые периоды 2014 года, то сейчас они локализовались более на прифронтовых районах, прифронтовых участках города. То есть произошло и количественное, и качественное сокращение обстрелов. Да, это если, вот, отвечая на ваш вопрос, что у нас происходит. Скажите, пожалуйста, какое моральное состояние у населения, у бойцов? Ну, за всех нельзя говорить. Ну, у всех по-разному. То есть мы же не единым фронтом, как бы, ни одно общество. Очень у нас разнообразное. И по-разному настроение. Конечно, люди, которые, ну, просто обыватели, которые жили вот своей жизнью, перешли с 21 в 22, и вдруг столкнулись с тем, что такое обстрелы. Ну, конечно, настроение приуныли они, что тут скажешь. Потому что, ну, вы понимаете, про Донецк говорили 8 лет, что его обстреливали там беспощадно все эти годы. Но дело в том, что до 24 февраля действовал ряд негласных таких правил, которых придерживались стороны. И в итоге Донецк действительно подвергался обстрелам постоянно, все 8 лет. Но они были сконцентрированы в нескольких районах. А в самые хорошие годы, в самые спокойные было даже так, что обстрелы не начинались до определенного времени дня. То есть, ну, например, там вот смеркается уже какой-нибудь Спартак, вот они обстреливают. А днем, типа, нормально можно вести жизнедеятельность. То, естественно, для большей части города, ну, я вам скажу так, что 95% населения ДНР до 24 февраля вообще не имели никакого отношения к войне. Ну, в том плане, что Донецк до 24 февраля, я думаю, что был один из безопаснейших городов Европы, я бы назвал так даже. Низкий уровень преступности, насилия, меньше трафик машин, меньше людей гибнет на дорогах. И, в общем-то, потери мирного населения за 21-20 год ну, составляли 3-5 человек в год. Последние вот годы. Ну, до этого 18-17, ну, дошло 18, по-моему, 10-15 человек за год, потом 19-й, их было около десятка, 5, 21-й, 3 человека. Причем, ну, я могу ошибиться, но из этих 8 человек, которые погибли за последние 2 года, скорее всего, 6 подорвались на минах, на каких-нибудь взрывных предметах в той или иной части республики. И пару человек могли погибнуть от обстрела. Естественно, что для жителей Донецка то, что началось после 24-го, и то, что началось с началом июня примерно, ну, это очень большой стресс. И, естественно, как человек, который находится в стрессе, любой, ну, как бы он при унылом состоянии находится. Ну, это если говорить, то обычное население мирное. Ну, вот так вот. Вы сказали еще, что... Ну, про армию, боевой дух армии, я не хочу об этом говорить. Не то, что там все плохо. Ну, просто это не мой профиль, я не военный. Это военный должен говорить. Я говорю как часть мирного населения города и говорю примерно, как, мне кажется, реагируют именно обыватели. То есть, конечно, люди, которые борются с Украиной, когда их, как бы, много лет, то у них другие настроения. Ну, вот так вот. Вы сказали, что несколько дней назад обстрелы уменьшились и сказали, что это связано с действиями России. То есть, начались поставки ПВО и так далее. Можете об этом подробнее рассказать? Ну, смотрите, в общем, секрет этих обстрелов, он сложный. В общем, я на Сокополу даже Владимир Владимирович уже его открыл. Это попытка оттянуть внимание, оттянуть силы наших войск от главного направления, которым является сейчас север ДНР, север ЛНР, северо-запад ЛНР, доля реки Северский Донец, оттянуть сюда для того, чтобы спровоцировать здесь у нас какие-то политические, ну, как, социальное, политическое недовольство, уныние, брожение какое-то, понимаете, чтобы перекинуть сюда силы и броситься на штурм этой Авдеевки, Марьинки, Песок. Это не только, конечно, Авдеевка. Для того, чтобы, ну, просто спровоцировать этот штурм в невыгодных для нас условиях. Вот эта задача. Всё. А у них это не получилось. Они не смогли этого сделать. Потому что, ну, как вы все видите, в Северодонецке, в Лисичанске всё идёт своим чередом. Нашли силы для того, чтобы выделить здесь, в Донецк, артиллерии, авиации. Для того, чтобы притушить их немножечко, подавить. Так что всё нормально. Ну, как по мне, всё, блин, всё нормально. Ну, кроме войны, конечно, я вообще против войны. Всегда был против. Война — это не очень хорошее дело. Но если уж она идёт, ну, то что говорить? Есть много вообще, что говорить? Война — просто такое дело, что если ты находишься на отдалении от неё, и если ты хочешь узнать что-то о ней от других людей, увидеть её как бы издалека, ты никогда до конца не поймёшь, что на самом деле происходит. потому что публично мы живём в определённую, устроим для себя мировоззрение, миф о том, что происходит. И мы договорились придерживаться его, нашего образа, того, что мы есть. А очень так, как миф, он всегда оторван от действительности. Действительность часто вносит много неприятных моментов в этот миф, и не всё просто можно узнать публично из-за этого. Это я не к тому, что у нас пропаганда оторвана от реальности, или мы выдаём себя не за того, кем мы являемся. Говорю, что мы позитивная сторона, а на самом деле черты какие-то. Нет, это не к тому, потому что я уверен, что на нашей стороне правда, справедливость этого столкновения, хотя само оно является как бы катастрофой. То, что мы воюем с Украиной, это очень плохо. Это плохо не только для Украины, для нас, для Нонбасса, это вообще плохо для России, но теперь надо исправлять, чтобы выйти из всей этой ситуации как можно более с позитивным итогом. Денис, такой вот вопрос. Глава ЛНР заявил о том, что после завершения специальной военной операции будет немедленно поставлен вопрос о присоединении республик, собственно, ЛНР и ДНР, я так понимаю, состав Российской Федерации. Это все понятно на административном уровне, а население давно этого ждет? Все эти восемь лет они об этом думали? Ну, как бы витает вообще настроение такое среди народа? Ну, смотрите, вообще для, я так понимаю, для местного населения вопрос вступления ДНР и ЛНР в состав, ну, сам вопрос, я думаю, уже давно решенный, и это как бы формальность, когда там это не вызывает особого интереса ни у кого, никто это не обсуждает, что там заявляет глава ЛНР или глава ДНР, что они там говорят, какой-то референдум. Ну, по-моему, все очевидно и так, что если это как бы совершенно дежурное заявление, техническое, я бы сказал. Что касается настроений, то настроение, понимаете, когда мы говорим о социологии, и мы что-то помечаем каким-то словом, вот настроение, например, пророссийские настроения, ну, там, скажем, на Украине, пророссийские настроения какие-то. Но это нам ни о чем не говорит. Это не говорит о качестве отношения, чего эти люди хотят. Можно к кому-то хорошо относиться, желая за счет него, например, поживиться в итоге. Все качественно, человеческие отношения могут быть очень разные, хотя и лояльные. Если говорить о ДНР и ЛНР, то настроения пророссийские прошли, здесь очень большую эволюцию. От 2014 года, когда был здесь очень большой подъем, огромные надежды, любое слово, слово разума, сказанное весной 2014 года, о том, что, ну, например, простейшее слово разума, это, например, что, понимаете, что вы вот надеетесь на что-то, но вы должны всегда учитывать, что может произойти не так, как вы надеетесь. Это же очевидно, да, абсолютное слово разума. Но вот этот даже подобный отход воспринимался негативно в 2014 году. «Да что вы, все, все по пальчику, что вы говорите, все будет великолепно. Сейчас проведем референдум, и будет как в Крыму». Но вместо этого в 2014 год сначала шла война, ну, потом она шла еще в 2015 году, и начиная с 2015 года ДНР и ЛНР превратились в такие, как вам сказать, ну, они, короче, ушли в тень, они погрузились во тьму. Всем, в принципе, стало плевать, что тут происходит. Ну, как бы, вот это вот слово, что-то очередные обстрелы, проездные фашисты. За семь прошедших лет, ну, я не знаю, как в России, но у меня лично, даже живет в Донецке, я воспринимал это просто как белый шум. Ну, то есть, весь война вся скупожилась до узкой прифронтовой области. Там она была заморожена. И она была там заморожена точно так же для жителей центральных районов Донецка, как, скажем, и для жителей Ростова какого-нибудь или еще. О чем я уже говорил, да, о том, что война, в принципе, засохла здесь. Но, но, к 16-му году полностью развеялся, да какой 16-му? Уже к концу 15-го года, к 16-му году сформировалось новое состояние, что впереди, перед глазами у жителей данного региона только туман. Никакой перспективы, никакого будущего, ничего не ясно, что будет. И время здесь остановилось. В Донецке, в Донецке очень многое осталось с 2013-го года. И все засохло, ужималось, усыхалось, приходило в негодность. Ты идешь по улице, там, видишь, что все более обшарканная дома. Понимаете? Вот, а если ближе уже к сегодняшнему дню, все-таки больше 100 дней спецоперации прошло, вообще вот психологический перелом какой-то у местного населения произошел? Вообще, вот насколько они в информационной повестке сейчас включены? Нет, ну, конечно, телевизор все слушают, но информационная повестка, в первую очередь, интересует жителей Донецка, когда город перестанут бомбить, когда появится в полной мере вода. Что сейчас, кстати, происходит? Вот тянут нам водовод рекордными темпами, взялись в два раза быстрее срока открыть его к 15 июля и восстановить этот баланс в водной городе. У нас сейчас во многих районах иногда раз в несколько дней включают, в некоторых там по вечерам и все это порешать. Ну, вот эти проблемы, в первую очередь, интересуют. Если вы хотите услышать, что думают жители в плане каких-то патриотических вот этих вот вещей, ну, как? За Россию разделяют. Все, кто смотрит телевизор российский, там первый канал, ну, они все патриоты, естественно. Ну, я думаю, что нет здесь проблем с настроениями какими-то. Вот эти брожения политические, как оценить мастерство Украины, значит, совместно с обстрелами Донецка начала разгоняться такая тема старая, ну, теми, кто уезжал, теми, кто жил эти годы, забыл про войну, подзабытая. Начало разгоняться, что мы обстреливаем сами себя. То есть из Матеевки чеченцы гаубицами стреляют по Донецку, по Калининскому району, а ворошиновские из минометов обстреливают из Киевского. И на полном серьезе это все. И вы знаете, это довольно-таки действенно. Некоторые люди, которые, ну, очень испуганы тем, что, понимаете, вот представьте, вот вы живете в Питере, представьте, вот завтра у вас начинают разрываться снаряды во дворе. Для большинства жителей Донецка это примерно то же самое, что будет для вас. Тут не надо думать, что тут какое-то население, потому что все такие, запаленные, железные, донбассиане снаряд разорвется, типа, тьфу, фигня вопрос. Нет, это обычное население. И это страшно очень. И артиллерийские обстрелы такого типа, как налеты, они тем более страшны тем, что ты не знаешь, куда он прилетит. Ну, то есть, когда это там на фронте, там долбят они, солдаты в средствах защиты, они примерно понимают, что здесь прилетают, хотят разбить их. А когда ты живешь в каком-нибудь Калининском районе, Донецка, и ты такой, вот я поехал в гости, а там снаряды разрываются. Понимаете? Там никогда они вообще не рвались. Первый раз. Ну, конечно, и хозяева, это я, все были в шоке. Это страшно. И когда люди пугаются, они совсем понимают, что происходит, начинают это подкрадываться, что, а да, вдруг это правда. Ну, вот. И Украина это вот всегда отрабатывает. Вот в этом они молодцы. Начинают смущать умы, и там это. Ну, как бы молодцы, но до определенного момента. Ну, понятно, что это бред. И чем дольше длятся обстрелы, тем более они становились ожесточенные, тем больше люди могли, если ты выскажешь такое предположение, их так дать. Ну, в общем, да. То есть вот так вот. То есть настроение... Насколько у военных вообще налажены каналы связи вот по поводу обстрелов и так далее? Информирует ли как раз военное ДНР местное население? А как они могут информировать об обстрелах? Информировать можно о том, что ракета летит. Ну, или самолет, а снаряд, как ты будешь информировать? Как минимум, вот борьба с фейками, если вы говорите, то, что ходит там информация, что чеченцы те же обстреливают и так далее. То есть фейсологическая вот работа в этом направлении? Армия к таким фейкам вообще ни при чем. Я думаю, что не надо даже обращать на это внимание, потому что с подобным бредом мы способны побороть просто как общество. Нам не надо, чтобы нам кто-то объяснял достаточно вменяемых людей, не настолько перепуганных, чтобы понять, что это просто бред и провокация, естественно. от этого не надо даже париться. Я просто, это как пример, что пытается Украина. Были несколько дней, когда люди такие, а может быть, но это быстро прошло. Быстро мы поставили всех на место, кто такое болтал. Поэтому, что касается предупреждения об артиллерийских обстрелах, ну, а как о них предупредить? Ну, выезжает эта САУ, отстрелялась, сдала. Я могу примерно сказать, в чем, например, проблема отслеживания этих. Вот особенно вот САУ, Цезарь им дали французскую, она на колесах очень быстрая. Дело в том, что подобные современные самоходные установки, они могут наносить, ввести специальный режим огня, когда она делает первый выстрел, потом производит 4-5 склонений орудия и делает еще там 4 выстрела. и так, что все 5 снарядов прилетают в точку, куда они стреляют, в одно и то же время. Понимаете, о чем я? То есть, она выстреливает 5 снарядов с разной тайкорией, и в итоге они попадают в одно место, в одно время, 5-6 штук. И когда ты только получил эти снаряды, она уже уезжает. Удается ли отследить вообще? То есть, насколько, если ближе к фронту перейти, удается нашим парням отвечать и найти выстрелы и наказывать тех людей, кто стреляет по мирным жителям? Это военные, но я уже, по-моему, сначала сказал, что примерно 8 раз интенсивность снизилась, значит, что-то у них получается. Просто, что это очень такая коварная тактика, и с ней трудно бороться. Ну, очень сильно их поравняли, несколько дней им очень сильно привлекало, и, в общем, они притихли. Кроме того, там же сейчас идет у них речь о том, что их вот это оружие, ну, вот эти М3 топора, М777, ну, что они не предназначены для такого темпа стрельбы, который у нас сейчас происходит. И они выходят из строя, и что из сотни орудий, которых они получили, 35 остается в строю, только треть. И это за месяц какое-то, господи. Ну, то есть это оружие не созданное для того, чтобы так активно применяться. Это, не знаю, по бедуинам там в Афганистане пострелял, кофеек попил, а здесь у нас, видите, им сложно. Поэтому последние дни, если посмотреть на сводки нашего комитета контрольного, в акютном доступе они есть. 152, 122 град, ну, короче, советские калибры, а 155, я не знаю, сегодня я не смотрел, а вот вчера и позавчера советские калибры в прифронтовые районы прилетали. То есть немножечко дали им там жару, либо они поломались, стреляют по нам, я не знаю, но как минимум наши отвечали. Появилась авиация, которую мы не видели долго здесь, в Донецке, она действовала на других направлениях, подкинули, побомбили ракетами, а они пока притихли. Денис, да. Ну, хотя стреляют, конечно, я, когда притихли, просто некоторые начинают, там, притихли, вот там написано в телеграм-канале ЧПД, притихли, я имею в виду, что в сравнении с пиковыми днями, естественно, так-то они постоянно стреляют. Да, Денис, хотел бы вот такой вопрос вам задать. У нас в гостях часто бывают иностранцы, Маркус из Англии, его коллега из Франции, и на днях мы, ну, вернее, недели две назад, по-моему, мы обсуждали вопрос наемников. Они же, я так понимаю, то, что они будут судиться, будущие наемники, уже кто находится в плену в Донецке, и вот этот вот приказ высшей меры, как, как Дончай, как люди из Донецка реагируют на эту новость и на эту меру, потому что мы все прекрасно понимаем то, что одно дело война, где люди погибают, людей убивают, другое дело, когда суд выносит такой приказ, указ, вернее, вот, это тоже эмоционально сложно для воспринятия людей, которые, мы уже отвыкли от смертных казней, а вы как в Донецке к этому относитесь? Правильное это решение? я не могу говорить, потому что я наблюдаю, но давно их уже приговорили, ну, то есть, все, они же все уже, по-моему, но тот свет, ну, напополам, напополам, некоторые сердобольные, ах, ну, все-таки, другие, что, ну, как бы, не они первые, не они последние, третьи говорят, что вообще лучше бы их повесить, ну, я считаю, что это, ну, перебор, конечно, в плане повесить, а так, ну, суд приговорил, я не знаю, да все равно, по-моему, стрельнутых или живые, какая разница, ну, у нас скиднет тысячу людей, десятки тысяч уже погибают, что вот эти три человека, ну, я бы, ну, вот этого отпустил марокканцу, по-моему, он просто молодой дурачок, а вот эти двое, скорее всего, матерые, один особенно сейчас нажалось там, видео снимает, ах, я не за тех выбрал сторону, ну, я не знаю, суд решил, ну, есть плюсы и минусы в обоих решениях, ну, плюс, если их стрельнуть, остальные просто надо донести, что вот всех, кого поймаем, всех перестреляем, да и все, они как-то начнут так, а-а-а, мы так не договаривались, ну, как-то страшнее будет многим воевать все-таки, сдался в плен, экстракшн, и поехал в Англию, нормально же, правильно, ну, это плюс, минус, конечно, что в современном мире смертная казнь, все шло, ее как бы, либо отмене, как в России, либо при остановке, и как бы и так, действительно, людей погибает много, и какой-то жесть, милосердие, тоже неплохо, не знаю, нам нормально, что так, что так, что расстрелять, что не расстрелять, пусть начальство решает, я так считаю, ну, у меня лично никакого к ним сочувствия нет, ну, отчего они, кто они такие, у меня больше сочувствия к этим украинским солдатам, которые погибают, чем к этим, это вообще, как бы, зачем они сюда приехали, вот те, которые за нас сюда приехали, те молодцы, это хорошие люди, потому что они же за... А вы как раз таки с ними общались, может быть, они как-то относятся к этому, потому что ребятам, которые отправились защищать Донбасс с 14-го года и уже в их государствах грозит срок, реальный срок, там, 20-25 лет, вот. Как они относятся? Они уже, они уже больше, ну, как, люди Донбасса, люди народных республик, я считаю. Ну, вот знакомый был, у меня знакомый был поляк, он получил паспорт ДНР, в декабре 21-го года, но вот, он был, по контракту служил в армии ДНР, и вот он в Мариуполе участвовал, штурме, и погиб в Запорожской области в апреле. Так поляк получил паспорт ДНР-то и все. господи. Паспорт ДНР дает возможность получить паспорт России. Спасибо. Если позволить, еще вот про оружие, вы рассказывали про гаубиц, НАТО, там и система, если не ошибаюсь, залпового огня сейчас, там поставили, они уже к фронту стягиваются. Вот насколько ситуация влияет, или это просто оттягивание процесса, и наши парни реально, ну, это не сильно мешает? Ну, смотрите, все познается в сравнении. Значит, на данный момент, вот, самый свежий пример, это так называемый Рейнштайн-3. это консультации членов НАТО о том, как помогать Украине, какую масштаб помощи ему. Значит, перед этим Рейнштайном-3, который состоялся 15 июля, состоялось выступление Зеленского, в котором он сказал, нам нужно тысяча гаубиц, вот эти три семерки, ну, 155, тысяча гаубиц, 300 РСЗО, 500 танков. Вот он сказал, вот что нам надо для того, чтобы зупыны тема столей. Он вот так прямо сказал. Итог Рамштайн-3. Украина получает 18 гаубиц, 18 грузовиков к ним и ну, там, около десятка РСЗО. Ну, понимаете, о чем идет речь? То есть, а танки до этого им уже поставили 200 штук и леопарды не спешат. Но в чем тут проблема? Не в том, что нужно полагаться на то, захотят европейские страны или не захотят, а завтра вдруг дадут тысячу гаубиц. Дело в том, что, значит, у стран, значит, Франция, Германия, Италия и Великобритания у всех вместе взятых примерно 800 танков на всех. Потом РСЗО около 120 штук на всех. И по гаубицам я не помню, что-то около 300 штук. Ну, ну, чем они им помогут? США, есть еще США, действительно у США есть огромные запасы еще, у самой армии, в общем-то, побольше, чем в Европе. Но уже, как я понимаю, что вот тот Химорс, что они передали, речь даже не идет о дивизионе. Об одном дивизионе даже речь не идет. Там даже украинский дивизион это 18 машин, там что-то около десятка. А для сравнения, Украина имела по штату танков только в начале, без учета, там, ремонта какого-то, запасов, около 900 штук. РСЗО, ну, в районе 500 точно у них было. А уж артиллерии гаубиц калибром, там, 152 миллиметра, ну, тысячи полторы, наверное, было, вот, не меньше. Ну, и в итоге, что? Ну, заменят полторы тысячи советских гаубиц, 120 американских, ну, вряд ли. Я хотел бы задать вопрос о фронте Ители. Про фронт понятно, близкий Ител, это вы в Донецке и Луганск, а мы в дальней Ител. Скажите, та поддержка, которая идет из дальнего Итела, от нас, отсюда, из России, из разных мест, в том числе силами блогеров, которые не по какому-то заданию, а добровольно, по велению сердца выступают ну, как моральная поддержка. И это кроме того, что собирают и переправляют все, что нужно, организовывают эту систему. Вот чисто морально. Чего еще ожидает Донецк от нас, из дальнего Итела? Я понял. Смотрите, конечно, с этим все вообще отлично, все прекрасно. Купаемся, катаемся, как этот, ну, вареник или кто-то, в масле катаемся. Это я не шучу, это серьезно. Смотрите, простой пример. Попросили меня знакомые найти, кому можно помочь из детей, которые пострадали при обстрелах у нас в городе. Напомню, что около десятка детей только погибли, десятки раненых детей. Поехал я в нашу областную травматологию, которая находится у нас вместе со взрослой, детская травматология. И вот эта детская областная травматология, она стала центром по приему вот этих вот детей с минновзрывными ранениями. Я пришел, поговорил с начальником отделения. Он сказал, я подумаю, что нам надо. Потом начал, короче, я ему звонил, ну что, подумал, три дня, потом я приехал. А он не знает, что сказать. Он говорит, я извиняюсь, нам просто ничего не надо. Мы за три месяца получили оборудование, помощь, снабжение больше, чем за 20 лет. И в итоге по дружбе, он, не по дружбе, а потому что он человек такой, он говорит, ну там, я подумал, кастрюлю у меня там немножко, не очень, на кухте. Вот, все. Они ничего не берут. Я поехал в областную просто детскую больницу, то же самое, лекарствами в принципе ни от кого не берут. Речь идет и о подарках, и об игрушках, о чем, что угодно. если вот пример с детьми, просто все делают для них. И строительство. Россия меняет сейчас, как знаете, шутка была, что пока там противник спит, мы меняем рельеф, помните? Вот сейчас происходит реальное изменение, ну не рельеф, а инфраструктуры. Проблема, как я сказал, Донецка в том, что мы очень сильно были зависимы от воды с территории Украины. И при боевых действиях еще до СВУ уже 19 февраля нам тут снесли сначала Донецкую федоровальную станцию, они снесли, она просто всегда находилась прямо на линии фронта. потом повредили они там севернее и в общем получается так, что либо Донецк остается без воды и все время усыхает, либо сломя голову все несутся, отбивают все от Славянска до Горловки, от Горловки до Донецка весь этот фронт, потому что он идет вдоль канала, который снабжает Донецк водой. И если эти города не отбить, все по очереди не будет у нас нормальной воды. и у нас строят водовод, который полностью игнорирует теперь эту проблему и обеспечит Донецкой водой. И еще и построят его за полтора месяца. Огромное сооружение, я сам его видел, десятки километров, четыре огромные трубы будет вода. Ну, а все почему? Кто это строит? Это строит Дон Вода, там как-то Донецк водоканал и вместе с помощью Московский водоканал города Москвы строит. Каждый город получил города побратимо. Насколько я знаю, Санкт-Петербург связан теперь с Мариуполем. И это не пустые слова. Все эти регионы, которые привязали к городам по отдельности, это великолепное решение. Каждый регион России получил какой-то город или район ДНР, ВНР. И они помогают техникой, они помогают специалистов выбирают. Сюда едут люди и врачи, и инженеры, и строители. В Мариуполь сейчас выглядит городом невероятным в том плане, что ты туда приезжаешь в такое вот кладбище, где все кончилось, и все кончилось очень плохо. Но, с другой стороны, уже это кладбище начинают застраивать новой жизнью, и там двенадцать, двадцать домов уже выгнали, пятиэтажек, фундаменты. В октябре заселятся первые люди. Естественно, и это не только движение государства, это движение вообще огромного количества, десятков миллионов россиян. И здесь все это чувствуют, видят, знают. И, конечно, мы стали просто частью России. Почему я сказал, что вот эта формальность, когда там будет референдум, там это все, это все чисто техническая ерунда сейчас для нас. Уже и так понятно, что мы в составе России и Мелитополь, и Херсон будут у нас наши соседи, очень полезные регионы. Большое вам спасибо. К сожалению, у нас время подходит к концу. Спасибо за информацию. И позволите один еще небольшой завершающий вопрос. Вот, я так понимаю, вы часто бываете ближе к фронту. Когда наши бойцы продвигаются, вот, психодинамика местного населения сильно изменяются или они быстро вспоминают, кто они и откуда и становятся русскими? Я видел в рубежном этих людей, в Мариуполе, в Волновахе, но я не знаю, какая у них психодинамика. Они, как правило, они рады, что они вообще целы остались, что война для них закончилась. И, естественно, быстро вспомнят, что они наши. Просто, понимаете, люди, они перестраиваются. Большую часть жизни они были, такие же, как многие из них. Эти 8 лет пройдут, как страшный сон. Все будет хорошо. За нас, я вам говорю, 70% населения за нас, на наших территориях, я имею в виду, при Черноморье, Харьков, все. Люди сейчас, некоторые нас, даже те, которые ненавидят, они все равно будут за нас очень скоро. Сейчас это война эмоций, очень мало разума, потому что происходит в отношении людей. все это закончится, ну, когда мы победим, но мы наладим нормальную жизнь, по порядку, все будет хорошо. Спасибо вам большое еще раз. Всего доброго. И вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...